А фигура ткача второстепенная. То есть вам нужно было представить ткача за работой и представить, что он просто писал ткацкий станок с трех сторон. Как чертеж своеобразный. 4-2. Художника поразила сложность механизма, ему было интересно изобразить станок с разных ракурсов. 80 тысяч рублей получит Василий Станчук из деревни Медна. Госпожа Семенова, Василий вам проиграл на прошлой неделе с вопросом об охотничьем домике, вот теперь взял реванш. Вызвоним Козлов. Пока начало игры как-то не задалось, но я знаю, что вы и не любите, когда крупно выигрываете сходу. Поэтому давайте вы сейчас немножко передохнете, а я возьму музыкальную паузу. Сегодня пришел вас проведать Леонид Агутин. Эй, приятель, ты же дома? Впрочем, где еще нам быть? Нам покуда по-другому и не жить. Леонид Агутин 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 Агутин. Ты включаешь свои чары, если хоть немного пьяный. Твой излюбленный воеждь, побережье парной стойки. А поймал кураг, несомненно, самый стойкий. Ты наш. Эй, приятель, ну что слышно? А то слушать новости лень. Ничего для них не слишком, только стресс каждый день. А помнишь кофе эспрессо? Ну и туда тридцать грамм. Что бы по утру совместно закрыть ресторан. По тебе скучают бары и тоскуют рестораны. Ты включаешь свои чары, если хоть немного пьяный. Город посыл. Твой излюбленный воеждь, побережье парной стойки. А поймал кураг, несомненно, самый стойкий. Ты наш. По тебе скучают бары и тоскуют рестораны. Ты включаешь свои чары, если хоть немного пьяный. Сняг, судьи по-настре, судьи по-настре. Твой излюбленный воеждь, побережье парной стойки. А поймал кураг, несомненно, самый стойкий. Ты наш. Ты наш. По тебе скучают бары и ты наш. АПЛОДИСМЕНТЫ 22 часа 48 минут в Москве. Господин Казарский. Да, господин. Тренд сезона серии из трех побед знатоков, чередующейся с тремя поражениями, продолжается. На прошлой неделе знатоки проиграли. Неужели нас ожидают вновь два поражения знатоков? Ну, вообще, конечно, тревожно, судя по результату. И тревожно за команду Алены Полушевой, которая следующая будет играть. Но, слушайте, ну, как Лайма говорил, еще не вечер. Поэтому я думаю, что Андрей Анатольевич соберется и все еще сделает. Ну, вообще, вот этот тренд длинных серий, он же и в футболе, к сожалению, у нас в европейской программе продолжается. Там восемь поражений, восемь ничейных результатов. Ну, надо что-то менять. И вот эта неделя, которая наступает, она как раз переломная. Поэтому те люди, которые зарегистрируются на Винлайне, получат бесплатную ставку и поверят в наши клубы, которые могут победить, могут получить за свою бесплатную ставку 65 тысяч рублей. Так что это повод рискнуть и поверить. Благодарю вас, Денис. А мы продолжаем игру седьмой раунд. Господин Бриттенбихер. Да, господин ведущий. Что-то я запамятовал, по какому адресу телезрителям надо присылать вопросы на игру. Вы мне не подскажете? Я вам подскажу. Тем более, он выведен... А, он не выведен на экран. Улица Академика Королева. Двенадцать. Двенадцать. Улица Академика. Я очень люблю этот вопрос, кстати. Какая фамилия звучала чаще всего? Это лучший вопрос. Адрес электронной почты, уважаемые телезрители. Да. Вопрос собака tvigra.ru Вот .ru это невозможно забыть. Да, Дмитрий. Ну что ж. Одесса. Против вас играет журналист Владимир Сухов из Одессы. Вопрос снят нашими корреспондентами. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Кого в одной стране местные жители приманивают таким необычным способом? Страна важна. Что за страна? Аистов каких-то может. Велосипед здесь. Аистов что, типа ребенка, чтобы родили, например, да? Да, еще что-то. Он двигает на экране как велосипедом. Собаки за велосипедами часто бегают. Человек лежит. Вот так вот делает, понимаете? Страна важна. Он типа по небу бежит. Понимаете еще? Бежит по небу. Да. Кого могут привлекать? Животные? Или это все-таки? Если это страусы. То есть он лежит как бы. Если не трава, а мустыня, то это как будто другие страусы наклоняются. Вот так вот. А зачем приманивать страуса? Как это выглядит издалека? Ну, чтобы поохотиться на него. Смотри, вверх ногами. Зачем? Вот это похоже, но вот на такое движение, да? Зачем страусов приманивать? Ну, как зачем? В Африке можно поохотиться на страусы. Есть его, наверное. В южном полушарии, между разом, ногами вверх. Кто на тебе ничего реагирует, например? Издалека вот вы видите вот это. Вот вы издалека. Вот вы за что это принимаете? Человек бежит как бы по небу там. Да ничего. Молодец. Это Козлов. Вот так. Это крюем. Надо отвечать, господин Козлов. Кто отвечает? Михаил Мун отвечает. Прошу вас, Михаил. Я попробовал поставить себя на место животных. Так. Интересный эксперимент. И вот если я животное или птица, да? Ну, птицы тоже животные, как мы знаем. И издалека я вижу вот эту картину, как ноги... Я же не вижу, что человек лежит на земле издалека. Если я увижу, что человеке я даже не подойду, конечно. Я вижу просто, что некие объекты вот постоянно наклоняются. Издалека мне кажется, что это птицы что-то клюют. Соответственно, наверное, если я птица, которая ищет еду, я тоже подойду, потому что я вижу, что мои собратья что-то клюют. Таким образом, приманивают каких-то птиц, на которых можно поохотиться, да? Ну, а судя по размеру, наверное, это птицы достаточно большие, например, страусы. Все-таки страусы. Ну, какие-то большие птицы, ну... Страусы или не страусы в одной стране? Страусы. А теперь, внимание, правильный ответ. А какие страусы? Я знаю только страусов эму, поэтому я других и назвать не могу. Поэтому вы коротко сказали страусы. Эму я скажу. Ну, если надо, то... Да ладно. Эти животные любопытны, а ноги человека, видимо... Ничего вам показывать не будут, смотрите на меня. Видимо, напоминают им сородичей. Так, в Австралии местные жители приманивают страусов эму. Четыре-три. Это браво! 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 У нас все надо! Браво! Это круто! Уважаемые телезрители, по окончании этой игры лучшему знатоку будет вручен «Хрустальный Атом», традиционный приз Госкорпорации «Росатом». А определит лучшего Андрей Черемисинов. Господин Черемисинов, на прошлой игре телезрители так и не поняли, куда делась «Хрустальная молекула». Расскажите им, пожалуйста. Ну, господин ведущий, как бы я уже сказал, я прошлую игру помню плохо. Вот. Но я потом, пересмотрев, понял, что я не сказал главное, что «Хрустальную молекулу» получит команда знатоков, которые победили. А, к сожалению, прошлую игру мы проиграли. Но я уверен, что она никуда не денется. Я это знаю четко. И мы найдем момент, когда эта молекула найдет свое. Своих героев. Да. Восьмой раунд. Работает. Давайте, 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 давайте. Господин Козлов, вы знаете, но сейчас господин Мун вас спас в определенной степени. Играет команда, извините, пожалуйста, играет команда. Да, команда играет. Не спас вас господин Мун. Но, господин Козлов, я хочу обратить ваше внимание. Вы сами совершенно справедливо в начале минуты сказали «Страна важна» и потом бросили. А ведь Австралия единственная и страна, и континент одновременно. То есть уникальные животные для определенной страны. Вы с этой страны даже не подошли. Хорошо, что у Михаила сработал образ. Но с этой точки зрения вы даже не подошли, хотя сами заметили, что страна имеет значение. Страна действительно имеет значение, но Миша пошел другим путем, и это тоже было очень хорошо. Ну, вы мне запретили говорить, что Миша молодец, я молчу. Против вас играют Дарья и Максим Коробейниковы из Перми. Внимание, странные носки. Покажите телезрителям. Внимание, вопрос. Для людей какой профессии придуманы такие носки? Футболисты могут смотреть, чтобы мяч как бы прилепал. Липучки сверху. Липучки сверху. Это не липучка. Это не липучка. Оно просто мягкое, чтобы не скользило. Липучка, да. Оно и липкое. Оно либо демпфирует, либо гуляет. И что это может быть? Какая традиция? Либо смягчает липучки. Профессии какие вообще могут быть, кому с ногами? Валерина не могут быть. Понятным? А зачем? Они же вот так... Они стоят на носках. Мужчины бывают тоже. А ну с детства, чтобы не соскальзывало с ноги, что нужно? Что надо? Ногой цеплять вот так вот как-то, да? За что-то? Профессии. Которые чеканят подо мне. Ты в носке, ты в носке. А чеканить не могут? Ну это не профессия. Это не профессия. Жангреры. Давайте еще профессии такие. Какого-то охотца не могут быть какие-то. Наоборот, ты делаешь подъемом ноги, кроме футбола. Что еще вы делаете подъемом ноги, кроме футбола? Защищает от падения что-то, например. Давайте еще. Они цепляют за что-то, чтобы не скользило. Что можно цеплять на ноги? Велосипедисты? Тут клипс. Итак, прошу. Вставил? Ну он же будет в этом самом все равно. Хорошо, господин Козлов. Вы остались в одном носке, да? Нет, я уже снял. Итак, кто отвечает? Вы? Нет. А кто? Я показываю. Алена Александрова. Ну этого специально так. Решил добиться. Так, прошу, Ален. Итак, скажите, пожалуйста, для чего вообще вот эти вот штучки на обычных носках? Чтобы не скользило. Так. Ну а еще по-другому? По-другому, чтобы тормозило. Так. Значит, здесь люди, наверное, без обуви этим занимаются, с одной стороны. Разумно. Да. И на самом деле профессии, которые без обуви, ну не так уж много. Вот. Ну бывают, конечно, люди, которые молятся еще в храме. Ален, вы размышлять будете или отвечать? Так, ну это профессия. Поэтому единственное, что мы придумали, это балетные люди, которые вот и на подъеме тоже что-то делают. Поэтому это, ну или гимнасты, или балетные, которые на подъеме что-то делают. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Козлов. Да. Что-то вы перестали отвечать на вопрос. Кто вы? Вы, господин Козлов. Я. Перестали брать ответ на себя. Я в этом сказал.